Программа «Фасттрек» 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 И вот когда мы решаем вопрос о использовании именно программы ускоренного восстановления по отношению к каждому конкретному пациенту, мы должны очень четко взвесить пользу, вред от того или иного компонента программы ускоренного восстановления, о которой пойдет речь выше. До операционной стратегии. Очень важно до операции придерживаться уже рискоснижающей стратегии, для которой необходимы следующие компоненты. Это адекватная оценка риска с помощью общеклинических и функциональных методик, современных биомаркеров, использование рекомендованной рациональной переоперационной фармакотерапии. И вот здесь очень важная роль отводится поликлиническому этапу, согласно нашему приказу профессиональному 911, 919, простите, 30% рабочего времени анестезиолога-ренематолога отводится на осмотр и консультирование больных в амбулаторных и стационарных условиях. Конечно, было бы хорошо, чтобы за месяц до операции необходимо отказаться от курения алкоголя, но вы понимаете, что это, к сожалению, не очень реально в наших условиях. Кроме того, непосредственно в нашем центре предоперационный койко-день чуть больше суток, а около 15-20, а может даже и 25% сейчас пациента поступают буквально с колес и в операционную, и предоперационную подготовку привести, конечно, бывает просто иногда и невозможно. А вот здесь нужно, как раз, использовать амбулаторный этап, потому что хирург, пациент обращается где-то за 2-3 недели до госпитализации, и есть и врач-хирург, вот эта схема, как раз, она применяется в нашем центре, я уже неоднократно ее показывал на наших различных лекциях или вебинарах. Вот. Оценка риска хирургического вмешательства проводится врачом-хирургом, если он видит, что высокий хирургический риск, и есть ли есть и или есть ли есть патология, он отправляет пациента на консультацию к терапевту, который оценивает непосредственно статус пациента. Ориентируемся на клинические предикторы ишемической болезни сердца, компенсированной сердечной недостаточности, церебровоскулярной болезни, сахарного диабета, почечной недостаточности, и если решение принимается дальше по направлению согласно пунктам А, Б, С, если да, из пункта С, то дополнительный осмотр кардиолога и анестезиолога. Если 1,5 нет, но плохой функциональный статус и высокий риск оперативного вмешательства, то пациент направляется к кардиологу и анестезиологу, а дальше возможно подключение мультидисциплинарной команды по подготовке пациента в предоперационном периоде. Что здесь очень важно? Очень важна роль врача-терапевта. Вот часто мы получаем вот такие вот непосредственно справки с непосредственно различных регионов, выраженнейшие сопутствующие патологии, и видим просто такую фразу противопоказаний для оперативного или химиотерапевтического радиологического лечения нет. Вот здесь нужно требовать запись, которая не просто, что операция не противопоказана, потому что это не является достаточной для разработки плана безопасной анестезии, а следует требовать запись, констатирующую имеющиеся медицинские проблемы у пациента, методы лечения, а также результаты диагностических центров. Врачи-терапевты нашего центра с этой задачей достаточно успешно справляются. И работаем дальше по следующей схеме, пациенты у нас плановые, оценка идет кардиального статуса по аритмии, острому коронарному синдрому, острой сердечной недостаточности, тяжелой болезни клапанов, других тяжелых заболеваний сердца. И если это все присутствует, то необходимо уже назначение кардиологам или терапевтам коррекции того или иного сопутствующего заболевания. Если у нас нет выраженных заболеваний в отношении сердечно-сосудистой системы, в частности, то проводится оценка сердечно-сосудистого риска. Если он высокий и средний, то оценка идет на функциональный статус. Если он низкий или хороший, то проводится до обследования, а дальше принимается решение либо коррекция этого состояния, или же уже выполнение непосредственной операции. А если функциональный статус пациента, то идет непосредственно назначение самого оперативного вмешательства. И вот здесь очень важно, чтобы на поликлиническом этапе была мультидисциплинарная команда, когда рядом с анестезиологом проводят консультацию терапевт, хирург, невропатолог, нутрициолог, кардиолог, ряд других специалистов, когда возможно проведение непосредственно сразу же эксконсилиума для принятия решения по судьбе пациента. Разрешите, я не буду сейчас останавливаться на предоперационной подготовке по тяжести кардиальной патологии состояния пациента, потому что это было все подробно разобрано у нас на вебинаре предыдущем, а 25 апреля, который находится непосредственно на сайте нашего института и выложен в интернете. Вы можете с ним ознакомиться. А перейдем к следующим сейчас вопросам. Ну, во-первых, нам нужно напомнить о том, что есть клинические ситуации, которые уже на поликлиническом этапе требуют отмены плановой операции, немедленного обследования и лечения. Это синокардия покоя, требующая частого использования нитратов, выраженное снижение фаракции левого желудочка менее 30%, свежий инфаркт миокарда ранее 90 дней, систолическое артериальное давление в легочной артерии более 60 мм плотного столба, декомпенсированная хроническая сердечная недостаточность, облака до второй-третьей степени, желудочковая тахикардия, брадикардия с эпизодами асистолии более 3 секунд. В чем проблема, в частности, в нашем центре? У нас есть терапевтическое отделение, но нет кардиологического и терапевтического отделения с возможностью госпитализации и лечения компенсаторного подхода именно к введению этих пациентов. Поэтому здесь необходимо либо иметь четкие взаимосвязи с какими-то центрами кардиологии в городе, либо это, конечно, предпочтение видеться, чтобы в самом центре онкологии были также и серьезные отделения кардиохирургии, кардиологии, как, в частности, в центре Алмазово или в ряде московских центров, которые, в общем-то, хорошо известны. Поэтому здесь, конечно, нам несколько сложно решать эту проблему. Мы отправляем пациентов на долейчивание, а потом уже они к нам возвращаются. Тут вот теряются определенные дни и определенное время. Клинические ситуации, требующие выполнения кардиохирургической коррекции, ревоскулиризации, выполнение коронарографии и ревоскулиризации рекомендовано у пациентов с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента СТ, с острым коронарным синдромом без подъема сегмента СТ, у пациентов с тяжелой стабильностью на кардиоклинике, которая сохраняется на фоне оптимальной медикаментозной терапии. Это первые три показания очень четкие, а вот следующее, это проведение коронарографии может рассматриваться у пациентов со стабильным течением ЭБС, с которым планируется выполнение операции высокого кардиального риска. Несколько сложнее, чисто в организационном плане принятие, где пациент будет проходить до обследования, и будет ли он проходить это до обследования, потому что и фраза такая, может рассматриваться у пациента. Вот такие вот рекомендации. Очень важный момент сделать нашего пациента участником самого лечебного процесса. Пациент должен непосредственно в своем же лечении активно помогать и хирургам, и анестезиологу, и аниматологу, и медицинскому персонажу непосредственно на самом отделении. Для этого нужно четко объяснить суть самого лечения пациенту, и где, какую помощь он может нам оказать, и в первую очередь, конечно, себе оказать. Это как раз этапы осуществления программы ускоренного восстановления, ранняя активизация, ранее интервальное питание. И очень важно именно подчеркивается здесь роль пациента. Когда такой контакт устанавливается, то процесс лечения идет гораздо уже более плавно, без каких-либо жалоб, претензий со стороны пациента. Это тоже очень важно для нашей практической деятельности. В качестве примера того, что это эффективно непосредственно предоперационный осмотр пациента, хотелось бы привести пациента с канцером левой доли щитовидной железы. Видите, сопутствующие патологии у пациента есть. Кроме того, у пациента состояние после перенесенного тромбоза верхней полой вены, подключичных вен, внутренний юремный вен после перенесенного ковида. И здесь вы видите фотографию пациента, видно, что пациент с повышенным индексом массы тела, и пациент подпадает под такую категорию, как пациент с опасностью риска развития сонного опнои. И при общении с пациентом, как раз именно его супруга указала, что во время сна у него наступают часто остановки дыхания. Сам пациент это, естественно, не знал, потому что спал в это время. И было назначено до обследования пациента. И вот обратите внимание, во время скрининга варианта мониторирования дыхания с оценкой двух отведений пневмограммы выявлено 469 эпизодов нарушения дыхания длительностью от 7 до 66 секунд, и индекс апноэ-гипоапноэ 70, что соответствует тяжелой степени синдрома апноэ-сна. Пациент направлен на дообследование к сомнологу, и непосредственно было рекомендовано выполнение операции, но после операции применения СИПАП-терапии. И пациент это все выполнил, и в послеоперационном периоде, не только в нашей клинике, но уже и выписавшись домой, он использует эту СИПАП-терапию. Если бы это не определено было до операции, я думаю, проблемы мы могли бы решить в самом реанимационном отделении, а вот когда пациент бы перешел, потому что в реанимационном отделении это тщательно мониторенный контроль пациента, в том числе и сатурация, мы бы обнаружили эту неблагоприятную ситуацию. А вот на отделении, где пошел бы пациент на долечивание или домой, то могло бы случиться бы и серьезнейшее осложнение, которое было бы связано с угрозой для жизни. Поэтому в качестве примера мы и привели этот клинический случай. Что можно сделать еще на догоспитальном этапе? На догоспитальном этапе можно коррегировать трофологический статус. Но, правда, проблемно. Проблемно, почему? Потому что ограничено. Что мы можем сделать? Ну, оценить нутритивный статус мы с вами можем, скрининг привести, диагностику определения степени недостаточности. Хорошо известны показания к нутритивной поддержке. Исходная потеря массы тела более 10% за последние 3-6 месяцев. Наличие у пациента индекса массы тела меньше 18,5 кг на квадратный метр. Гипопертенемия и гипоальбуминемия, соответственно, меньше 60 и 30 г на литр. Лимфопения 1200 мкл и трансферин сыворотки крови меньше 2 г на литр, а также сопутствующая патология по АСА 3-4 степени. Проводится начальный скрининг и окончательный скрининг, по которому определяется о необходимости выполнения непосредственно нутритивной поддержки. Но по большому счету и на глаз видно очень хорошо, особенно у онкологических пациентов, к сожалению, что пациенту необходима нутритивная поддержка. Но что мы можем сделать? Вот при исходной гипотрофии за 10-14 дней, ну не менее 7 дней, до начала планового лечения, начинать на амбулаторном этапе сиппинг. По сути дела, больше на сегодняшний день мы не можем выполнить никаких других коррекций нутритивного статуса. Но и это, если будет осуществлено, уже неплохо. Аномия. Серьезная проблема. Предоперационная аномия ассоциирована с 4-х кратным увеличением повреждения почек, 5-х кратным увеличением трансфузии, 3-х кратным увеличением риска смертности, 30-ти процентным увеличением риска развития инсульта, на 22% увеличение продолжительности госпитализации и 2-х кратное увеличение инфекционных осложнений. То есть аномия может ввести на нет все хирургические старания и анестезиологов, и аниматологов в послеоперационном периоде. И вот здесь должна работать программа менеджмента крови пациента. Очень сложная программа, она вроде простая по своим названиям компонентов, что нужно делать, но вот как это нужно делать? На сегодняшний день только в одной стране менеджмента крови очень четко все три компонента осуществлены. Это Астралия, а во всех остальных странах это выборочное, что-то из какого-то компонента. И вот самое сложное на предоперационном периоде оказалось, это первый компонент, оптимизация количества эритроцитов пациента на операционном этапе. При лечении аномии перед операцией, согласно консенсусам, концентрация целевого гемоглобина должна быть не менее 130 грамм на литр. Это на сегодняшний день маловозможно, во всяком случае, для наших отечественных клиник, это точно. Когда переливается непосредственно кровь, она переливаться должна до операции. Мы посмотрим рекомендации чуть дальше по слайдам. Обычно показания к переливанию крови – это тяжелая гемоглобина, она имея менее 70 грамм на литр. Но обратите внимание, что правила переливания крови Российской ассоциации трансфузиологов, они подразумевают не реперные точки, не только 70 грамм на литр, но и более высокие цифры, даже 110 грамм на литр, но они все привязаны непосредственно к тому или иному состоянию пациента, которое есть в виде сопутствующей патологии. Кроме того, нужно помнить, что внутривенные препараты железа следует использовать в качестве первой линии терапии. У пациентов есть операция, планируется менее чем через 6 недель после становления диагноза. Введение препаратов трехвалентного железа в течение 3-7 дней, по нашим данным, есть небольшой опыт, за 2 недели до операции может значимо увеличить гемоглобин, в частности, до 20 единиц, на 20 единиц, то есть это отказ, по сути дела, от переливания 2 доз эритроцитов. Для этой цели используются наиболее часто препараты, это олигомальтазат железа и карбоксимальтазат железа по схеме. Переоперационное голодание. Вопрос очень интересный, и, скажем, известно, что энтериальное применение раствора сложных углеводов, а на сегодняшний день они существуют, с низкой осмолярностью и с быстрой эвакуацией из желудка сокращает время восстановления моторной функции кишечника, это способствует минимизации риска развития грозных осложнений, связанных с послеоперационной мальдегистией, и это использовать нужно. Есть очень четкие доказательства на сегодняшний день, что пациентам следует разрешить прием жидкости не позднее, чем за 2 часа и твердой пищей за 6 часов до индукции в наркоз. И перед плановыми операциями, еще раз я останавливаюсь, необходимо назначать напиток, содержащий углеводы. Все абсолютно верно, но вот у наших пациентов онкологических это не совсем пошло. Был момент, когда мы попробовали это осуществить, но получили несколько аспираций у пациентов. Почему? Потому что у пациентов онкологического профиля после проведенной химиотерапии часто формируется такой синдром, как хронический синдром тошноты и рвоты. Поэтому, конечно, необходимо выявление пациентов с нарушением его культурной функции, но, к сожалению, вот этот компонент мы пока у себя в центре осуществить не можем или не смогли. Если мы говорим о тромбопрофилактике, так же, как и о антибиотикопрофилактике, то неплохо написаны непосредственно рекомендации, как непосредственно на уровне Федерации анестезиологов, реаниматологов, так и, в общем-то, на СОПы, которые используются в нашем центре. Итак, мы поговорили с вами о предоперационной подготовке пациента. Что можно ожидать? Ну, казалось бы, вот эта подготовка должна значимо уменьшить то количество осложнений, которые можно ожидать в послеоперационном периоде. Но вот обратите внимание, в 2021 год, да, очень большое исследование, которое было проведено у пациентов онкологического профиля, оказывается, предоперационная подготовка не влияла на функциональную способность послеоперационного осложнения или летальность, но она ассоциировалась с сокращением продолжительности пребывания. Почему это возникло? Все-таки какое-то влияние предоперационной подготовки, оно есть, но оно способствовало на уменьшение, по всей видимости, тех осложнений, которые могут развиться в послеоперационном периоде, именно тяжести этих осложнений, что и способствовало в итоге потом сокращению продолжительности пребывания в стационаре. Ну и непосредственно авторы отмечают, что необходимо активно внедрять предоперационную подготовку, а также что в мультимодальную преабилитацию необходимо включать и физические упражнения, и нутритивную поддержку, о чем мы говорили, а также методы снижения тревоги пациента. При медикации считается, что рутинно не следует назначать седативные препараты, потому что они замедляют восстановление в раннем послеоперационном периоде, но вот это только в том случае, если мы видим вот такую вот картинку операционной, когда контакт всей бригады анестезиологической с пациентом, а в других случаях тогда, когда особенно недостаточно эффективно проведена предоперационная подготовка, мы можем столкнуться и отказ от при медикации столкнуться и с высокими цифрами артериального давления, которые еще неизвестно, как повлияют на интро- и послеоперационный период. Поэтому, конечно, при медикации должна назначаться индивидуально, и очень важно именно индивидуальный вот такой вот доброжелательный подход к ведению самого пациента. Интероперационная стратегия. Рекомендации по проведению анестезии. Нейроаксиальная анестезия при отсутствии противопоказаний, после оценки соотношения риск-польза, о том, что мы говорили в самом начале нашей сегодняшней лекции, уменьшает риск переоперационной смерти и заболеваемости. Нужно помнить, что необходимо предотвращение артериальной гипотензии, снижение среднего артериального давления ниже 60 мм втутного стола в течение длительного периода, ведет к очень серьезным осложнениям. На следующем слайде мы увидим, но я должен подвести итог, что необходимо провести стандартизированный протокол анестезии, при котором необходимо использовать сочетанную анестезию, предусматривающую минимизацию хирургического стресса, достаточный уровень анальгезии и седации, надежную контролируемую миорелаксацию с применением согомодекса для быстрого выхода из наркоза. А возвращаясь к коррекции предоперационной артериальной гипотензии, обратите внимание, как по минутам, если среднее артериальное давление ниже 55 мм втутного столба, нарастает риск различных осложнений в послеоперационном периоде. Очень интересная работа коллег, правда уже 2012 года, но не так уж и давно это, говорит о том, что низкое артериальное давление среднее во время низкого МАК являлось сильным и очень значимым предиктором летальности, когда низкое артериальное давление среднее и низкий МАК сочетались с низким БИС, риск летальности увеличился еще больше. Инфузионная терапия – крайне сложный вопрос. В общем-то, существуют такие четкие показания к проведению целиориентированной инфузионной терапии, которая ориентирована на назначение инфузионной терапии с помощью данных, полученных при малоинвазивных методах контроля гемодинамики, при развитии гипотонии, связанной с артериальным давлением, при нормовой лимии, связанной с нейроксиальными блоками, следует использовать вазопрессоры. С нашей точки зрения, не надо бояться вообще использования вазопрессоров в интероперационном периоде, особенно у пациентов при высокотравматичных операциях, если речь идет о умеренных дозах вазопрессоров. В послеоперационном периоде необходимо минимально в возможные сроки перейти на операльное смещение жидкости и проведение сбалансированно электролитными растворами. Но вот это, к сожалению, надо сказать, что сказать проще, чем выполнить. Самый оптимальный вариант на сегодняшний день, наверное, все-таки это ориентир на поддержание сердечного индекса выше 2,5. И его можно поддерживать за счет ориентировки на такие показатели, как постнагрузки, контрактильности и преднагрузки. Тогда мы можем избранно применять либо вазодилетаторы, либо инотропные препараты, либо инфузионную терапию. Но это уже не совсем малоинвазивная методика исследования гемодинамики. Мы ориентируемся на проведение инфузионной терапии, также на то, что гипергидротация, она все-таки хуже, чем умеренная дегидротация. Подчеркиваю, умеренная. То, в общем-то, это неблагополучно для пациента. Но если не можем попасть вот в этот вот прямоугольничек оптимальный, мы отдаем предпочтение умеренной дегидротации с восполнением в послеоперационном периоде. Кроме того, относительное интероперационное ограничение жидкости у пациентов, перенесших обширные интраабдоминальные операции, это основные операции в нашем центре, сокращает время восстановления функций желудочно-кишечного тракта работы последних лет. Если мы говорим о кровевозмещении, то нужно помнить, что если кровопотеря более 500 мл, рекомендуется использование технологий для аутогемотрансфузии отмытых эритроцитов. Это рекомендации 2022 года совместно кардиологов и анестезиологов. Но это вот американские рекомендации. А также при кровопотере пациентам необходимо назначение, при массивной кровопотере следует рассмотрение немедленного, введение троносомой кислоты. Ранее такого показания не было. Очень сложный момент – это предупреждение гипотермии. Даже умеренная гипотермия ниже 1 градуса увеличивает потерю крови на 16% и потребность трансфузии на 22%. При снижении температуры нарушается агрегация и адгезия тромбоцитов, нарушается свертываемость системы крови. Поэтому во время операции необходимо поддерживать режим нормотермии с помощью специальной системы обогрева и переливания теплых растворов. Послеоперационная стратегия. Итак, как можно быстрее возвратить ряд препаратов, которые пациент принимал в предоперационном периоде? Это речь идет об этаблокаторах, противоритмических средствах, статинов, препараты для ингаляционной терапии, большинство психотропных средств, противопилептических средств, средств для лечения болезни Паркинсона, иммуносупрессанты, препараты, предотвращающие отражение трансплантата и антиретровирусные препараты. Что очень важно, мы будем говорить, сейчас подходим к активизации пациента, ранней активизации пациента. Но вот что здесь хотелось бы обратить внимание, посмотрите, пожалуйста, уважаемые коллеги, что более 50% случаев развития инфарктов миокарда могут быть нераспознаны в связи с отсутствием клинических симптомов. И это работа, обратите внимание, 2018-2020 года. Кроме того, подавляющее большинство пациентов в постоперационном повреждении миокарда или инфаркта миокарда диагностированы именно высокочастотными тропонинами, были бессимптомными и были бы пропущены без систематического скрининга в первый, второй, третий день после операционного периода. Часто ли мы это используем в своей практике, особенно если пациент не вызывает сомнения во время обхода? Не всегда. Кроме того, нужно помнить, что по данным очень большого количества метаанализов и различных когортных исследований, оказалось, что кардиальное осложнение сопровождается увеличением тропонина, высокочастотного тропонина, также цирреактивного белка, BNP и PRO-BNP. Обратите внимание, на слайде, да, от 3 до 5-6 раз увеличиваются эти показатели в послеоперационном периоде. То есть речь ставится о необходимости у сомнительных пациентов на восстановление именно сопутствующей патологии уже в ближайшие часы послеоперационного периода определять эти показатели. И здесь нужно проводить четкую дифференциальную диагностику, потому что многие эти показатели могут реагировать и на саму травматичную операцию. Очень интересная работа была опубликована в британском анестезиологическом журнале в 2015 году. Повышение высокочастотного тропонина на 100% это независимый предиктор риска послеоперационных осложнений при абдоминальной хирургии, при отношении шансов 4,3. Обезболивание. Очень важный момент. И вот в частности здесь представлены те сопы, о которых будет чуть позже говорить Сергей Аркадьевич более подробно о препаратах. И выполнение непосредственно этих сопов оно дает очень значимый результат по уменьшению синдрома в послеоперационном периоде. Применение мультимодальной анальгезии это сочетание в себе регионарной анестезии с неопиоидными анальгетиками, это использование ингибиторов циклаоксигеназа ЦОК-2, инфузия лидокаина, гаппептина, использование кетамина. У больных с лепаратомным доступом для обезболивания целесообразно использовать эпидуральную анестезию на основе местных анестетиков. Практически все пациенты, которые оперируются лепаратомным доступом, и сейчас непосредственно те, которые оперируются малоинвазивными методиками, пациенты идут у нас под эпидуральную анестезию, если нет самой непосредственной анестезии, противопоказания эпидуральной. А при лепароскопических операциях альтернативой эпидуральной анестезии может служить мультимодальная анальгезия. Только я хотел бы остановиться на вот этой фразе. Мы знаем, какие препараты можно использовать, но вся проблема, мы не знаем четко оптимальное сочетание элементов различных препаратов при проведении послеоперационного обезболивания. А так в рекомендациях уделяется очень важное внимание именно выполнение эпидуральной анальгезии, рекомендации 2022 года, так же, как и непосредственно рассматривается внутривенная анальгезия, продленная инфильтрация ран и различные селективные блокады, которые имеют большой эффект. Но я должен сказать, что все-таки мы отдаем предпочтение в большем степени эпидуральной анальгезии, потому что это развитие блокады до операции, то есть болевая цепочка не входит в задние рога спинного мозга и не вызывает травматические изменения непосредственно в задних рогах спинного мозга, а именно по данным Академика Крыжановского, это пусковой механизм хронизации боли, возникновение патологических очагов на уровне задних рогов спинного мозга, которые не защищены без использования какой-то местной анестезии или региональной анестезии до развития самого разреза. Решение проблемы в том, что возможны около 5% случаев развития артериальной гипотензии при использовании продленной эпидуральной блокады при помощи помп. Это очень широко распространено у нас в центре, когда пациенты переводятся на профильное отделение, они сразу же переводятся на использование вот этих вот помп. непосредственно обученный персонал, он быстро, в общем-то, может справиться вот с этой проблемой артериальной гипотензии в послеоперационном периоде, хотя, в общем-то, бывает и, может быть, и редкий за последнее время, но бывают случаи тогда, когда и наше отделение подключается к ведению этих пациентов уже в послеоперационном периоде из-за развития гипотонии. Послеоперационный порез кишечника с точки зрения его профилактики за счет эпидуральной блокады это еще плюс в сторону эпидуральной блокады в послеоперационном периоде. На этом снимочке четко видно, насколько высоко стоит диафрагма и ограничение идет непосредственно как полей легочных, так и непосредственно функции сердечно-сосудистой системы. Если нет возможности использования эпидуральной блокады, то мы часто используем на фоне мультимодальной анальгезии внутривенное введение лидокаина, которое обеспечивает анальгетический эффект, увеличивает скорость и восстановление желудочно-кишечного тракта. И используется обычная схема, вводится болюс 1,5-2 мг на килограмм с последующей непрерывной инфузией 1,5-3 мг на килограмм в час в течение суток после операции. Внутривенное введение лидокаина по литературным данным показывает, что улучшение показателей более через 6-24 часа после операции у пациентов в сравнении с контрольной группой, где не применялся лидокаин, снижается потребление опиоидов и время до первого появления стула ада была гораздо короче в группе, где используется лидокаин. В последние годы мы слышим, что морфин не является золотым стандартом, от него уходит, ну, наверное, да, что от него надо уходить, но мы от него уйти не можем. Я не знаю центров, где полностью ушли от морфина. Это действительно все-таки, как бы ни говорили многие, что это уже не золотой стандарт, но он пока все-таки остается весьма и весьма эффективным способом обезболивания, который может именно обезболивание решить проблему, но он создает другие проблемы, которые, вот вы видите, проведенный аудит, опубликованный в журнале Анестезиологи в 2015 году, показал, что было проведено, было за где-то 20 лет около 10 тысяч исков пациентов из-за неблагоприятного введения введения непосредственно морфина, и факторами риска этих неблагоприятных моментов было, что повторное назначение морфина, что часто в практике нашей используется, одновременное назначение опиоидов других анальгетиков, и время контроля сестеринского, обратите внимание, вот, скажем, в течение двух часов, вот промежуток, да, этот контроль нарушен, и вот здесь очень большой риск и развитие осложнений был, ну, а также преддиктором является осложнение от морфина, сонливость перед самым введением препарата, поэтому появление новых препаратов всегда приветствуется, и в частности, вот, тофалгин, новый препарат, обратите внимание, показания к нему, это болевой синдром средней и сильной интенсивности, в частности, при злокачественных новообразованиях в послеоперационном периоде, и обратите внимание, что механизм этого препарата, это высокоспецифичный агонист мио-1 опиоидных рецепторов и активирует антиинсептивную систему через торможение кальциевых каналов, то есть тех осложнений побочных, которые связаны с морфином, их не должно быть, или их должно быть значимо меньше. А препарат новый, он, конечно, требует очень активного сейчас изучения уже в практической деятельности, но вот существующие на сегодняшний день работы говорят о том, что этот препарат может найти такое место в клиническом применении, как у пациента с противопоказанием или плохой переносимостью наркотических обезболивающих препаратов, и у пациента с факторами риска угнетения дыхания в послеоперационном периоде вместо наркотических препаратов. И комбинация препарата, тофалгин плюс препараты НПВС или парацетамол может купировать боль и избежать назначения наркотических препаратов, и доза здесь указана, тофалгин 4 мг 3 раза в день плюс парацетамол 1 грамм 3 раза в день. Поэтому, конечно, в практике желательно уменьшить использование опиоидов, что можно достигнуть и при использовании совместно с опиоидами группа препаратов НПВС и селективных ингибиторов ЦОК-2. И в частности, появление на рынке нового, это, конечно, старый препарат, но этот препарат сейчас в той дозировке, который сейчас предложен, по сути дела, старый, новый препарат, если так можно назвать. Обратите внимание, ибупруфен появился на нашем рынке. И вот смотрите, что интересно. Препарат сочетает анальгетический, антипериетический и противовоспалительный эффект. Ничего удивительного нет. Но первое, что отличает от многих, он, вот смотрите, взаимодействие на ЦОК-1-ЦОК-2 в пропорции 2,5 к 1. Это приводит к тому, что минимальное воздействие отрицательное на желудочно-кишечный тракт. Кроме того, ну нет такой дозировки у других препаратов 800 мг. Конечно, использование этого препарата в сочетании с наркотическими анальгетиками. Во время операции есть работа, который отмечает, что дозировка уменьшается на 45% фентанила в послеоперационном периоде. Вот в частности будет об этом препарате также говорить и Сергей Аркадьевич. Очень благоприятные впечатления у врачей нашего отделения при использовании в комбинации этого препарата. Повторяю, конечно, комбинации нужно искать. Когнитивные расстройства. Мы их должны нивелировать еще в дооперационном периоде. Это очень важно. В раннем послеоперационном периоде, потому что, вы видите, они могут возникнуть до 40% в послеоперационном периоде. И это замедлит непосредственно активизацию пациента и реализацию непосредственно всей программы фаст-трек или ускоренного восстановления пациента. Если мы говорим о предупреждении когнитивных нарушений уже интероперационно, то складывается впечатление о лучшем профиле влияния ингаляционных анестетиков на когнитивную функцию в сравнении с внутривенными анестетиками. Конечно, речь в первую очередь идет о современных препаратах севофлюрана и десфлюрана. Есть доказательства, которые говорят, что на сегодняшний день общая анестезия обладает более высоким риском развития послеоперационной когнитивной дисфункции в сравнении с региональной анестезией. Проблема очень серьезная. Решается она за счет, в ряде случаев, специфической профилактики. Я думаю, что многие, кто сейчас меня слушает, могут определенно скепсисом отнестись к препаратам, которые пользуются в большей степени именно в нашей стране. Цитофлавин, церебролизин, цитокалин. Но вот, коллеги, вспомните, пожалуйста, с чего начиналась вот эта вот мракобесия с нашими спортсменами. Какие препараты были запрещены? Это те же самые антиоксиданты, антигипоксанты. Нужно только помнить о том, что эти препараты, они обладают накопительным свойством в большей степени. Поэтому они должны заранее, еще до самого оперативного вмешательства, назначаться, что будет, даст больше эффект. Кроме того, согласно рекомендациям для реабилитации пациентов в отделении реанимации, необходима ежедневная оценка болевого синдрома, мы с вами это говорили, адекватная анальгезия, использование глазных масок, беруши индивидуального применения, я не знаю, кто этим пользуется на сегодняшний день, но вот у нас пока мы не дошли до этого, хотя, наверное, это правильный подход. Также, кстати, как говоря, и включение музыки как элемента мультисенсорного воздействия, что к чему нужно и, в общем-то, стремиться. Пока мы ориентируемся на многокомпонентные нефрамакологические вмешательства, и здесь особую роль играет непосредственно избегать использования бензодипинов в пользу дексаметамидина. И вот здесь встает вопрос ранней активизации пациента или мы видим когнитивную дисфункцию у пациента, а вот сегодняшний наш обход, который мы проводили вместе с Сергеем Аркадьевичем, выявил 17 пациентов, которые находились после очень травматичных операций в послеоперационном периоде, из них 10, это, конечно, рекорд был у нас, были в течение 6-12 часов на дексаметамидине, потому что у пациентов начиналось развиваться непосредственно делириозное состояние. Хочу напомнить, что делирий это не то, когда пациент встает, хватает что-то непосредственно делает то, что не должен делать в реанимации, мешать персоналу, а это уже непосредственно относится те минимальные изменения когнитивной дисфункции на сегодняшний день. Поэтому нам видится, если эти проявления появляются, то лучше использовать дексаметамидин и чуть попозже отнести непосредственно активизацию пациента. Кроме того, речь идет еще и восстановление раннего интерального питания, согласно этой программе, более 300 мл жидкости пациент может получить первые сутки после колоректальных операций, но здесь очень важен вот этот момент. Вот чтобы пациент у нас мог питаться и мог встать и активизироваться, он должен и обезболен, коррегирован, и должна быть жизненно важная функция, но также должна быть непосредственно предупреждена послеоперационная тошнота и рвота. Это очень важный и серьезный момент. Ну и речь идет о ранней активизации пациента. Через 6 часов после операции может пациент уже сидеть, вставать с помощью медперсонала. Может. Но вот в частности пациент это наши московские коллеги через 6 часов после операционного периода, после травматичной операции. В данном случае это наша пациентка, но это использование уже специальных способов активизации пациента за счет специальной аппаратуры. также повторяю, мы не спешим именно на 6 часов главное стабилизировать пациента и очень важно активизировать пациента в ближайшие скажем наверное 10-12 часов. Вот в качестве примера пациент 92-х лет удаление гигантского опухоли из-за брюшинного пространства это вот операция обратите внимание вес пациента до операции 74 килограмма а масса выделенного препарата 20 килограмм это почти треть удаленного от исходного веса пациента и вот так вот выглядит пациент через 12 часов после оперативного вмешательства то есть разумная активизация она необходима и нужна но самое главное обезопасить пациента от тех осложнений если он будет не восполнен в послеоперационном периоде не будет коррегирована выражена сопутствующая патология это может привести в общем-то и ухудшение состояния пациента ну и в заключении я должен сказать что мы рассмотрели с вами только лишь с точки зрения анестезиолога нашу программу да а здесь конечно это должна принимать мультидисциплинарная команда это и хирург терапевт медсестра пациент реабилитолог и уважаемые коллеги благодарю за внимание и я хотел бы поблагодарить тот коллектив которым я имею честь работать благодаря которому я показал сегодня не только литературные данные но и результаты нашей работы спасибо спасибо